И свалился огромный вот как раз груз всеобщего внимания. Ну это реально самое тяжелое, это сильно мешает. Но от этого никуда не деться, поэтому... А что не нравится? Многие, наоборот, обожают купаться в славе. Вот он заходит и все... Ох! Ну это от человека зависит, потому что есть девочки, которые... Ну вот я даже смотрю на фигуристок. Есть девочки, которые реально вот ищут этого, им прям этого надо. А есть те, как я, например, мне это может мешать, может там... Ну элементарно не нравится. Просто предположить, если бы была возможность вернуть твой уровень популярности к тому, который у тебя был еще до чемпионата Европы 13-го года. Ты согласилась? Мне тогда было не до того абсолютно. Сейчас что есть, то есть. Уже ничего меня не надо. То есть в принципе сейчас ты уже привыкла, а у тебя все в порядке живем? Ну сейчас на самом деле Олимпиада это такое... Там просто какие-то... С ума сходят люди, я бы сказала. Там реально как-то все неадекватно даже становится. Сейчас тоже более адекватно, но все равно есть персонажи какие-то, которые там неадекватные все еще. Ты им отвечаешь или сразу в банлист? Ну ВКонтакте я, например, сразу. Я после верификации страницы у меня было на самом деле около 10 тысяч друзей. Я брала всех практически. Остались только те, с кем я знаю, там общаюсь, поэтому... Мне посторонние люди писать не могут, я это максимально ограничиваю, потому что когда у меня был даже день, я почему-то решила открыть свою страницу. У меня просто там до трех тысяч дошло минут за 15. Это комментарии в поданной странице. У меня такое ощущение, что вот люди сидят на моей странице в то время и ждут, когда я открою, чтобы максимально много написать. Ну вот я даже не понимаю, что это... Зачем? Почему? Получается, в жизни тоже кто-то одолевал, вот в реальной? Ну не одолевал, там, на каток приезжали, там, бывая, страницы взламывали, там, номер телефона. Я вообще не знаю, откуда мой берут. Бесконечные звонки было, пока номер не заблокируешь, звонят с другого. Этот заблокируешь, с третьего звонят. А так вот. А что говорят? Я не знаю, что не хотят. Привет, как дела, да? Нет, ну такое тоже было, да, там, типа... Ты же Юля, да, ну все. Такая, что все? Ну как, что, давай знакомиться, нет. Ну, журналисты тоже... Ну там, журналисты, снимитесь там, прорекламируйте это, там, ну такое тоже бывает. Что самое дикое предлагали рекламировать? Самое дикое? Да. Ну там много что было, мне даже смешно это рассказывать. Ну, раскрыв все, посмеются. Самое смешное? Ну я, например, все еще, например, смеюсь. Там есть какой-то цветок гортензии. Можно его вашим именем назвать? Говорю, что, какой цветок? Еще было, короче. Позвонили, сказали, на какой-то конюшне родилась лошадь. Вы же любите лошадей? Говорю, да, люблю. Вот у нас родилась чистокровная лошадь. Я так думаю, так, ну, подарят, может, что-нибудь. Нет, можно вашим именем назвать? Говорю, нет, нельзя. Я помню, что Таньков рассказал к нему. Приезжала болельщица, хотела подарить ему собаку. Он говорит, ты за что не нужна? Ее подарили собаку. И кошку тоже. Болельщики или обычные? Ну, собака вообще там интересно была. Я была на съемной квартире последний день. Я вот с нее съезжала. Ну, пришел молодой человек, подарил мне вот этого щенка. Я вообще не поняла, что происходит, кто куда звонит. А ты не знала, кто этот человек? Нет. Привет, Юля, это пес для тебя. Чипа того. Ты его оставила? Ну, да. Милый щенок. Шпиц, да. Но он очень классный.